Этих металлических пластин, которые сейчас есть под забором, в тот день не было. Отсюда и выскочили собаки. Как рассказывают соседи, собаки были очень хорошо обучены. И поэтому одна из них заскочила сразу и укусила пострадавшего со спины, вторая накинулась спереди. Пострадавший сразу же упал. Дальше Игорь подскочил на ноги и попытался убежать от них и прижался к этому забору. В Дергачах люди переполнены эмоцией. Две бойцовские собаки напали на 28-летнего жителя. Тот в тяжелом состоянии доставлен в больницу. А если он на детей нападет, в клочья, так что я буду дивиться? Да я возьму топор и отрубаю ему голову. Хай меня судить, хоть раз судить. Все происходило на глазах соседей. Некоторое время люди не знали, что делать. Они просто кричали. И он стоял уже. Его рвали. Его просто рвали собаки. Кровь летела в разные стороны. От этого увиденного это не только разрез сердца можно получить, конечно. 36-летний Сергей Стаханов, владелец спидбультерьеров, разводит их для продажи. Всего у него 5 собак различных пород. Вину свою отрицает. Собака была на привязи. Я уезжал в суд, в Карачевку. Собаки были на цепи, пристегнуты на карабины. Карабины целые, цепки целые, замотанные. Ну, не знаю, как так. Игорь рассказывает, что шел от соседей. Вдруг из щели в заборе выскочили разъяренные собаки. Ну, начали на меня нападать. И скусали он полностью. Руки, ноги. Все на свете. Или, короче, я даже уже не помню, кто этих собак догнал, куда они делись. И очнулся уже в больнице. Соседи возмущены поведением Стаханова. Говорят, что Сергей давно ведет себя очень агрессивно. На замечания не реагирует. В случае конфликта может спустить собак. Первый случай был, когда соседи заметили собаку себя во дворе. И собаки кинулись на соседа. Тогда приезжала милиция. Я не знаю, писали, не писали. Мы думали, что это, ну, знаете, как случайность, не случайность. Потом он начал травить собак на нас. Мать пострадавшего посетила сына в больнице. Рассказывает, что сама работает медсестрой хирургического отделения. Видела многое. Но таких рваных ран, как у ее сына, не видела. Во время посещения она чуть не потеряла сознание. После такого сына остается инвалидом. И перед этим тоже были случаи. И никак не были приняты меры. Вообще никому ничего не надо. Врачи рассказывают, что у Игоря Агаркова вызывают тревогу обширные раневые дефекты правой руки и левой ноги. Обширные укушенные раны предплечья. В настоящее время состояние Игоря Агаркова я расцениваю как стабильное, но средней степени тяжести ввиду вот такого обширных раневых дефектов. В течение 10 дней собаки будут находиться в изолированном помещении под наблюдением, рассказывают ветеринары. Это закрытое отдельно стоящее здание. Таким образом специалисты должны выяснить, не больны ли собаки бешенством. Каждый день наши представители приезжают и смотрят, изменились ли поведения собак, появилась ли светобоязнь, слюнотечение, все признаки бешенства. И исходя из этого делают уже выводы. В нацполиции говорят, что сейчас решается вопрос об изъятии животных у правонарушителя для проведения необходимых экспертиз. На данный момент в отношении данного громадянина распочатся административное проведение, что до притягивания его до ответственности за повторные порушения установленных правил и ведомости, внесенные до единого реестра досудовых расследований. Адвокат Роман Чумак говорит, что ответственность владельца при нападении собаки можно разделить на две части. Первое нарушение правил содержания собак. Здесь административная ответственность. Если говорить о вреде, который собака нанесла пострадавшему, то для хозяина может наступить гражданская или уголовная ответственность в зависимости от тяжести ущерба здоровью пострадавшего. Уголовный кодекс предусматривает ответственность, в том числе и уголовную, за нанесение средних либо тяжких телесных повреждений, в том числе и с помощью собаки, поскольку именно собственник отвечает и несет ответственность за любые действия, которые совершит в данном случае его питомец. Пострадавшие владелец спидбультерьеров знали друг друга с детства. Иногда ели и даже ночевали в домах друг друга. По словам Ирины Агарковой, дружба прекратилась после того, как Сергей Стаханов отсидел в тюрьме. Павел Велицкий, медиагруппа «Объектив». Продолжение следует...